В рукопашном бою сошлись участники Кубка Вооруженных сил России памяти героя Советского Союза Николая Чепика. Три дня шли отборочные поединки и вот сейчас на ковре финальные встречи в семи весовых категориях. Это за чемпионство весит до 70 килограммов. Оба бойца не о мячи и даже в гостеприимном Омске особо на поддержку не рассчитывали, но того спортсмена, что с синим поясом, трибуны поддерживали так горячо, что именно это и стало решающим фактором в бою практически равных рукопашников. Чемпионом весовой категории до 70 килограммов стал спортсмен с синим поясом, партийский губант, учебный центр МВС, город Воронеж. Сильно помогает, конечно, когда тебя поддерживают. Получается, ну, наша команда давно не выигрывала тут призовые места и, конечно, горячо поддерживали, когда вышел в финал. Соперник, конечно, тяжелый был. Я его давно видел, с ними разу не встречался. Поначалу боя проигрывал, потом удалось, как говорится, реабилитироваться и забрать баллы нужные для себя. Один из важных турниров в соревновательном календаре военнослужащих – именно Кубок Чепика. Соревнованием уже 23 года. Подвиг, совершенный Николаем Чепиком в 1980 году, продолжают жить и сегодня в поединках вот этих ребят. Выполняя воинский долг по оказанию помощи афганскому народу, заместитель командира взвода Николай Чепик возглавлял штурмовую группу и участвовал в ликвидации банды мятежников. Старший сержант Чепик действовал отважно и вдохновил своим примером сослуживцев. В ходе боя группой Николая Чепика была уничтожена одна из огневых точек маджахедов. За подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза. В памяти о нем в 1994 году по инициативе 242-го учебного центра воздушно-десантных войск учредили этот турнир. Заметно вырос арсенал приемов, то есть более универсальные стали ребята бойцами рукопашники. Раньше было заметно, что если выходит, то это борец, если выходит, то это боксер. То сейчас не дашь ему, чем он занимается. Он стал универсальным бойцом. С 1995 года эти соревнования стали мастерскими. Победителям присуждают почетные звания. Состязания продолжают развиваться и помогать молодым спортсменам повышать свое мастерство в армейском рукопашном бое. Отличившихся в этом году награждают чемпионы мира Андрей Корешков и Алексей Кунченко. В разные годы они и сами побеждали на аналогичных состязаниях. Алексей становился чемпионом Кубка Чепика в 2005 году, Андрей в 2009. Сегодня, по словам ребят, рукопашный бой вырос. Мы смотрели бои, я посмотрел общие выводы, я сделал, что в принципе развивается этот вид спорта. Более техника стала борцовская, интересная. Раньше мало этого знали, но сейчас на данный момент я смотрю, что армейский рукопашный бой очень хорошо продвигается, потому что это более такой приближенный вид спорта к ММА. Спорт развивается. Ребята, которые приходят сюда драться, они приходят в некоторые из других видов спорта, добавляют что-то свое. Но в целом спорт растет и уровень, естественно, растет бойцов. Растет уровень, растет интерес. Об этом говорит и статистика. Только в год вооруженные силы России проводят 18 кубков по рукопашному бою. 23-й турнир памяти Николая Чепика теперь уже в истории. А уже 26 октября многие из участников этих состязаний встретятся на другом представительном турнире по армейскому рукопашному бою. Памяти героя СССР, генерала армии Василия Маргелова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова